Привет, красотки! Сегодня мы снова будем вместе с вами собираться, но на этот раз, как вы видите, у меня уже не голое лицо. Я нанесла Men's Post Shave Balm, как праймер от Nivea, нанесла тональный крем, которым сегодня послужил BB Cream от Lumine в оттенке Light, нанесла консилер от Catrice в оттенке Light Beige и припудрила всё это дело, используя прозрачную пудру от Rimmel. И ещё я заполнила брови, как вы видите, и нанесла гель от Vivienne Sabo. И теперь мы все вместе продолжим делать мой макияж, потому что все предыдущие ступеньки мы видели уже огромное количество раз, я просто подумала, что стоит сократить длительность видео и начать с самого интересного. Итак, давайте продолжим делать мой макияж вместе. Бронзер запечённый от Milani в оттенке Golden, по-моему, да, оттенок 06 Golden. Вот он рыжий, поэтому если вы более светленькая девушка, я не думаю, что он вам понравится так сильно, потому что он действительно делает такой рыжеватый бронзовый образ. Но это то, что я сейчас хочу получить, поэтому я его и выбрала. Плюс к тому же мне очень нравится вот это сияние, которое он даёт. Но вот сейчас, когда я его наношу, мне кажется, всё равно оттенок он даёт, даже для моей тёплой кожи, слишком рыжий. Наверное, всё-таки мне придётся это всё сбалансировать уже поверх и нанести что-то более серое, какой-то более серый скульптор из палетки вот этой вот Lunatic Cosmetic Labs, которая является просто мега универсальной. Я скульптурирую нос, используя тёмный оттенок из палетки Lunatic Cosmetic Labs, более серый, естественно, потому что никто в этой жизни не хочет рыжий нос иметь. И я растушую всё это, использую свою любимую плотно набитую кисточку от Triodic Mix. Когда я смотрю на результат, я понимаю, что я хочу чуть-чуть добавить более плотного консилера от Catrice в оттенке Light Beige. Камуфляж называется он Камуфляж Крим, и это более плотный собрат моего любимого консилера в жидкой форме, который тоже называется Камуфляж, но только он называется Liquid Камуфляж. И я вот этот вот более плотный Камуфляж Крим, как вы видите, наношу на спинку носа, чтобы осветлить эту часть и сделать покрытие более плотным, потому что, я не знаю, каким-то макаром, пока я растушила скульптурирование носа, я стёрла, видимо, своими жёсткими движениями часть своей тональной основы. И остатки консилера нанесу на части вокруг носа, потому что вот здесь у меня тоже бывают такие красноватые участки, которые не помешают скрыть. И припудрив всё это, используя пудру из палетки. Лицо уже выглядит более объёмным, но вот эта вот рыжая штука меня всё-таки смущает, и я поэтому добавлю серого оттенка из палетки Лонти Косметик Лэпс. Ядрёное скульптурирование. Я не думала, что это всё к этому придёт, но... Вот такой результат меня, в принципе, сейчас устраивает. Румянами сегодня послужит вот такой вот нейтральный сияющий оттенок из линейки Пупа, называется эта штука Like a Doll Luminous Blush, оттенок 301. Вы знаете, девчонки, как сильно я люблю этот оттенок. Я сейчас чуть призаткнулась на его счёт, потому что, как мне кажется, я вам уже все мозги просто забила своими разговорами о том, насколько сильно я люблю этот цвет и тот вид, который дают эти румяна на щеках. Но сейчас, с приходом весны, я просто неистово выжелала снова носить эти румяна, что я сегодня и буду делать. Набираю на вот такую более плотную кисточку, потому что этот цвет, он не так уж сильно пигментированный, с ним сложно накосячить, именно поэтому я могу себе позволить на более плотную кисть набрать и наношу на свои скулы. Более нейтральный, он вписывается фактически в любой макияж, потому что он просто добавляет жизни лицу, но не акцентирует на себя особого внимания. И выбрала этот цвет не случайно, потому что сегодня я хочу носить более ядрёную помаду, которую мы с вами уже очень скоро нанесём на мои губы. Возможно, я чуть позже пожалею об этом решении, но как хайлайт, я сегодня хочу использовать вот такие вот тени от Essence в оттенке All I Need. По текстуре мне очень сильно напоминают The Balmer Illuminizer, но это тени, стоят они 100 рублей. Этот оттенок конкретный, обладает сероватым батоном, и я не уверена, что такой батон будет хорошо смотреться как хайлайтер, но креативность кому ещё никогда не помешала, поэтому сероватый хайлайтер, возможно, тоже мне понравится. Сейчас посмотрим. Не таким уж он серым выглядит на щеках, как мне кажется. Он выглядит более нейтральным, да, он не придаёт такой жизни, как, например, золотистый хайлайтер, но он не делает меня вампиром определённо. Так что даже этот оттенок, в принципе, можно использовать как хайлайтер. Кстати, девчонки, я делала пост в Инстаграм насчёт этих теней. Есть в этой же линейке у Essence оттенок, который называется Grammy Goes Glammy, и вот он, как мне кажется, является просто идеальным аналогом цвета Mary Luminizer. Так что если вы хотели когда-то Mary Luminizer себе приобрести, можете купить тени от Essence за 100 рублей и получить, в принципе, точно такой же эффект. Теперь я нанесу базу под тени, которая сегодня послужит оттенок Creme de Nude из линейки Maybelline. Припудрую эту штуку чуть позже пудрой из палетки Lunatic Cosmetic Labs. Потом мы сразу с вами нанесём помаду, потому что я точно знаю, какой я цвет сегодня хочу видеть на своих губах. И я сразу же припудрю базу, использую вот этот вот белый цвет из палетки Lunatic Cosmetic Labs, потому что эта пудра имеет очень такую тонкую, невесомую текстуру, и она не скатывается у меня на глазах, в отличие от всех остальных пудр, которыми я раньше пробовала припудривать свой глаз. База для теней готова, и теперь я сразу сотру свой бальзам оттеночный из губ, и нанесу помаду, чтобы видеть её на своём лице и уже отталкиваясь от неё, выбирать интенсивность макияжа глаз, которые я буду делать. Сегодня я решила использовать оттенок Airborne Unicorn от Lime Crime, но если вы хотите подобный оттенок получить в свою коллекцию, вы можете купить помаду из линейки NYX, которая называется Violet, или помаду из линейки LA Girl, которая называется Giggle. Давайте, наверное, вам сейчас сделаю сравнительные сводчи, чтобы это видео было максимально информативным. Вот так вот выглядит Airborne Unicorn, это NYX Violet, и вот это оттенок из линейки LA Girl, которая называется Giggle. В принципе, они дают очень схожий эффект на губах, и я бы, честно, не советовала вам тратить такое огромное количество денег на помаду Airborne Unicorn, когда вы можете купить помаду от NYX гораздо дешевле. И цвет на губах, если мы говорим об интенсивности, абсолютно такой же. Помады, кстати, оставляют значительный стейн на ваших губах. Помада от Lime Crime, наверное, оставляет самый сильный стейн из всех, насколько я припоминаю, потому что я ее не носила уже, наверное, месяцев пять. Именно поэтому я решила ее достать, потому что она не должна пролеживать и не получать любви вообще. И, кстати, если говорить честно, помада от NYX мне нравится чуть больше, чем Airborne Unicorn, и по своей текстуре, и по своему оттенку тоже. Но, в любом случае, сегодня используем вот эту помаду. Превратились мы с вами в виде на рога. Теперь пришло время приступить к макияжу глаз. Для начала я нанесу переходный цвет в складку века. Им послужит вот такой вот холодный сероватый оттенок из линейки I Love Nude от Essence, который называется My Favorite Taubing. И, используя тот же самый цвет на пушистой кисточке, я его распределяю на нижней линии роста ресниц. И, как вы видите, я достаточно низко опускаю цвет, потому что, как я вам уже однажды говорила, на моей форме глаза такой тип макияжа, мне кажется, выглядит более сбалансированным. Потому что, если я наношу много цвета здесь, и не спускаю цвет низко на нижней линии роста ресниц, у меня получается перегруз в верхней части, и у меня недостаточно цвета на нижней части. По крайней мере, мне это кажется. Именно поэтому я люблю цвет опускать очень низко. Естественно, я не упущу возможность использовать свою медузу, вот эту вот, как цвет под бровью, потому что я все-таки хочу ее использовать и как-то оправдать свой провал относительно того, что я купила ее. Вы знаете, я не очень счастлива от этого, но все равно нужно использовать. Именно поэтому пытаюсь ее впихнуть, где могу. И вот как цвет под бровью, она очень даже симпатично смотрится. Но не за эти деньги, девчонки, не за эти деньги. Можно было купить фантастические тени от Essence такого же оттенка за 100 рублей. И еще раз проходимся пушистой кисточкой по складке века, чтобы сгладить границы. Я решила использовать те же самые тени на веки, которые я использовала как хайлайтер. Вот эти вот тени от Essence. И нанесу их, наверное, пальцем, потому что они достаточно мягкие. И, как мне кажется, пигмент лучше перенесется на мой век, если я буду наносить их пальцем. Сероватый, более сдержанный, но все равно сияющий цвет. Это именно то, что в этом макияже мне и нужно. Потому что, как вы видите, акценты у меня уже служат губы. Я не хочу, чтобы тени на глазах отвлекали от моих губ. Именно поэтому вот этот оттенок сюда просто вписался, как ротники. Если вы любите сдержанное сияние, такие повседневные тени, то я думаю, этот оттенок вам понравится. Но если вы хотите более металлизированные тени, то вот этот вот цвет от Essence, это явно не то, что вы хотите в своей коллекции. Теперь я затемню нижнюю линию роста ресниц, используя цвет матовый, из той же самой палетки, Луна Тик Косметик Тепс. Цвет, как вы видите, чуть-чуть таким лиловатым подтоном. И это просто идеально, учитывая то, что губы у нас фиолетовые сегодня. Я не знаю, где точно моя камера меня обрезала, но, девчонки, как вы видите, я растушевала темный цвет в свои складки века. И теперь мы нанесем черный карандаш на верхнюю линию роста ресниц и нанесем тушь. Как вы видите, я просто чуть-чуть затемняю верхнюю линию роста ресниц такими штришками. И не хочу делать сильные акценты. Еще раз пройдусь по верхней линии роста ресниц, использую вот такую вот маленькую детализированную кисточку, наберу сероватые тени и растушую границы карандаша, потому что я не хочу, чтобы они были сильные. У меня как-то не хватает сияния во внутреннем уголке глаза, поэтому я, наверное, возьму более плоскую кисточку, наберу вот эти вот сияющие тени, вот эти вот светлые, и нанесу их во внутренний уголок глаза. Другое дело. Не так сильно бросается в глаза, но все равно на моей форме глаза, как мне кажется, вот такой стиль макияжа. И поверх этого цвета я также добавлю цвет Here Comes The Bright, это призматик от Caprice. Мой любимый, чтобы чуть-чуть добавить розового оттенка и сделать макияж более сбалансированно относительно моих губ. И вот так вот мы свели глаза и губы вместе. Завью свои ресницы, как обычно, потому что без этого я не могу себе нормально нанести тушь, потому что моя ресница будет смотреть вниз. Теперь я решила еще добавить белый карандаш на водную линию. Карандаш называется Lumine Arctic White Lumavi Aquinen. Что-то по-фински, что я не могу прочитать. Но это просто белый карандаш из линейки. И на этом наш сегодняшний макияж завершен. Спасибо, что сегодня собирались вместе со мной. Спасибо огромное за просмотр. Всем отличного весеннего настроения. Улыбайтесь чаще. И до скорых встреч. Пока. Теперь осталось нанести нам на лицо хайлайт. Что сегодня за день такой я все роняю?